МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как отметил заместитель председателя правительства России, разработанный документ обозначит приоритеты развития экономики в каждом регионе. Согласно проекту стратегии, Кубань определена как один из агропромышленных центров роста страны. Кроме того, предусмотрено возведение 44 элементов магистральной инфраструктуры, в частности, строительство 14 объектов энергоснабжения, газораспределительной станции, двух высокоскоростных железнодорожных полотен и 12 автомобильных трасс. В их числе юго-западные и дальние обходы Краснодара. Вениамин Кондратьев обозначил также важность реализации этих проектов для дальнейшего развития края. Глава региона предложил включить в стратегию строительство автодороги Черниговская-Догомыс. По мнению губернатора Краснодарский край, необходимо включить в перечень геостратегических территорий страны. Эта мера будет способствовать развитию отрасли экономики с учетом международных рынков. Страховщики направили новые предложения в Минфин по поводу выплат по ОСАГО. Компании хотят дать пятидневный срок, в течение которого необходимо сообщить о страховом случае. Соответствующие поправки, разработанные Российским Союзом автостраховщиков, направлены в Кабинет министров. Пятидневный срок, считают в РСА, ограничит возможности для мошенничества. Когда убыток заявляется, через год-полтора разобраться в обстоятельствах ДТП уже сложно. И хотя компании настаивают, что таким образом заботятся об автомобилистах, не все с этим согласны. Президент Ассоциации защиты страхователей уверен, что с помощью поправок в закон страховщики искусственно сокращают размер своих убытков по ОСАГО, так как часть автомобилистов не будет укладываться в срок. В Минфине инициативу РСА пока не комментируют, однако заявили, что она будет рассмотрена. Минсельхоз страны собирается в два раза увеличить экспорт готовой продукции до 45 миллиардов долларов. Прежде всего речь идет о колбасах и сладостях. Об этом говорится в планах работы ведомства на ближайшие шесть лет. Министерство уже готовит федеральный проект по экспорту продукции АПК, который станет частью нацпрограммы. Документ презентуют в октябре. Федеральный проект имеет четыре основные задачи. Это производство качественно новых продуктов, соответствующих ожиданиям потребителей, построение эффективной логистики, а также снятие тарифных ограничений, которые создают препятствия производителям. Одновременно с поддержкой заводов правительство собирается оказать помощь и в продвижении экспортной продукции на внешних рынках. Но пока Минсельхоз расчищает путь на международном рынке для отечественных колбас и конфет, кубанские виноделы тоже готовятся расширить экспансию. В эти дни они начали сбор технических сортов винограда, ведь вино – один из приоритетных продуктов нашего региона. Почему урожай в этом году начали собирать на две недели раньше срока и как это скажется на качестве вина, узнала Ксения Галич. Запретный плод древопознания добра и зла, которые вкусили Адам и Ева, за что были изгнаны из рая, не конкретизирован ни в одном тексте Библии. В западной христианской традиции принято считать, что это было яблоко, но есть и другие версии. По легендам древнерусских народов, ни яблоня была запретным деревом, а именно виноградная лоза. С этим растением всегда было связано много мифов и легенд. Его издревле воспевали философы, а уж напиток, который из него получается, вдохновлял поэтов и писателей. Речь, конечно, о вине. Сейчас на Кубани собираются сорта, которые станут волшебными игристыми напитками и коньяками. На полях Тимургского района трудятся сотни людей, бережно собирая гроздья Пино-Нуар, Пино-Минье и Шардане. Поля этого агропредприятия расположены на 45-й параллели. Это золотая середина между Северным полюсом и экватором. На этой же широте находятся виноградники Бургундии и Бордо. На Кубани, как и во Франции, создают вина, наполненные тонкими неповторимыми ароматами и насыщенным вкусом. У нас особый теруар, особые почвы вулканического происхождения. Близость двух морей, азовского и черного, продуваются ветрами. И вот эта пыль с виноградников, вот этого вулканического происхождения, оседает на листьях, на ягодах. И все наши вина имеют такой специфический минеральный тон. Виноград – это не только вкусная ягода. Она содержит более 150 биологически активных веществ, в том числе более 10 витаминов. Врачи рекомендуют его при ангине, гипертонии, заболеваниях желудка и печени. Виноград способствует улучшению обмена веществ, поможет при неврозе. Сборщики признаются, виноград такой аппетитный, что устоять невозможно. Конечно, он же вкусный, сладкий, полезный, для организма нормальный. Особенно с него вино отличное. В этом году на полях агрофирмы в Тебрюкском районе сбор винограда начали на две недели раньше срока. Способствовала этому благоприятная погода. Почка пошла в рост рано и сама вегетация длинная. Поэтому, если брать сравнение с предыдущим годом, то на две недели созревание раньше. До конца сезона здесь планируют собрать более 30 тысяч тонн винограда, который впоследствии превратится в миллионы литров шампанских, вин и коньяков. Местные агрономы уже несколько лет уделяют большое внимание качеству ягоды, а не количеству. Это позволяет получать отличное сырье для элитных напитков. Недаром кубанская продукция известна во всем мире. Ипотека, которая последние месяцы была драйвером потребительского кредитования, может подорожать. Напомню, с 1 июля изменился порядок банковского сопровождения расчетных счетов застройщиков. Однако до сих пор банки не смогли получить от ответственных ведомств пояснения по спорным положениям закона. Все это порождает правовую неопределенность и существенные риски получения как санкций от регулятора, так и рисков со стороны дольщиков. Эксперты считают опасения банкиров оправданными. Однако уверены региональные аналитики, Кубани ипотечный спад не грозит. Время есть, потому что разрешения, полученные до 1 июля, по комментариям застройщиков, у них есть некий задел. И в принципе времени в течение года, некоторые говорят о том, что даже двух лет, достаточно для того, чтобы банкам найти вот эти механизмы. Банки стараются либерализовать подходы с точки зрения расширения возможностей и доступности ипотеки для клиентов. Это не только касается прайсинга, это касается и неценовых параметров. Кроме того, застройщики подготовились к ситуации заранее. Многие компании работают по уже имеющимся соглашениям, которые заключили до 1 июля. Так что именно на Кубани жилищные кредиты останутся привлекательными для заемщиков. И в продолжении темы статистика от регулятора. Южное главное управление Центробанка фиксирует рост делок с ипотекой на 68,5%. Таким образом, жители края в первом полугодии получили ипотечных кредитов почти на 34 миллиарда рублей. По этому показателю кубанцы обогнали своих соседей по Южному федеральному округу. Портфель ипотечных жилищных кредитов в Краснодарском крае демонстрирует положительную динамику. За год его объем увеличился почти на третий. В июле достиг уже почти 158 миллиардов рублей. При этом доля ипотечных кредитов превысила треть величины розничного портфеля в регионе. Одна из основных причин роста ипотеки, отмечают аналитики ЦБ, это улучшение ценовых условий банковского кредитования. Процентная ставка по кредиту снизилась почти на 2% и сегодня составляет 9,7% по региону. Новый кофейный цех и сыроварня появятся на Кубани. Пресс-служба краевой администрации сообщает эту новость со ссылкой на главу региона. Соответствующие соглашения были подписаны на российском инвестиционном форуме в Сочи еще в феврале. За это время в крае уже стартовала часть крупных проектов, началось строительство сыроварни, заложен фруктовый сад, идет модернизация цеха по производству растворимого кофе. На некоторых предприятиях начался монтаж оборудования и подключение к инженерным сетям. Губернатор отметил, что в этом году на форуме было заключено 18 соглашений о сотрудничестве и почти 200 протоколов о намерениях. Общий объем предполагаемых инвестиций составляет 242 миллиарда рублей. В этом году бизнесменов заинтересовала отрасль строительства, сельского хозяйства и ТЭК. Кроме этого выросла сумма, которую инвесторы готовы вложить в промышленность, транспортную и социальные сферы региона. На этой неделе в далеком Южно-Сахалинске кубанские студенты одержали очередную победу на чемпионате рабочих профессий WorldSkills. Они показали, как ремонтировать, строить, готовить и стричь. В итоге в копилке региональной сборной оказались одна золотая и серебряная медали, а также сразу семь бронзовых. В течение нескольких дней сборная края, а это 35 пекарей, парикмахеров, дизайнеров и других специалистов соревновались в 26 компетенциях. А с ними встретилась Яна Бузычкина. С шариками, плакатами и со слезами на глазах. После недельной разлуки родные и друзья встречают триумфаторов. Некоторым из них нет и 20, а они уже вне конкуренции в своей профессии. Из зоны прилета Анна Краснодымская выбегает уже с серебряной медалью на груди. Школьница из Лобинского района могла бы посоревноваться в кулинарии или парикмахерском искусстве. Но выбрала уже не совсем женскую дисциплину. Холодильная техника и система кондиционирования. Получить ту заветную золотую помешало волнение. Волнение страшнее было, чем испытание. Из-за волнения, может, и ошибки были небольшие. Электрику подключала, и там ошибки были. Ошибки парочку. И не стала работать. И потом исправляла. В копилке края еще семь бронзовых наград. Кубанские студенты вошли в тройку по ремонту легковых автомобилей, экспедированию грузов. Робототехники даже в воздушном пространстве не растерялись. Вадим Хрупин стал призером в дисциплине эксплуатации беспилотников. Было очень много эмоций, очень многие волнения. Я там, ну как бы, не могу однозначно сказать, что я почувствовал. Это удивление, радость. В этом году на высшей ступени пьедестала было место и кубанскому флагу. Золото в направлении сухое строительство и штукатурные работы завоевал учащийся монтажного техникума Краснодара Александр Куропятник. Ура! Поздравляем! Ура! После ночного рейса победителя встречали в стенах техникума. Последние полгода именно здесь Александр упорно тренировался. Национальный чемпионат профессии можно сравнить разве что с Олимпиадой. Только вместо мячей, ракеток, дрели и гипсовой конструкции. Выполнить каждое задание нужно было за строго определенное время. Любая, даже самая мелкая погрешность могла стоить победы. Задание довольно сложное было с уровнями мировых чемпионатов. На все задание отводилось 22 часа. 12 часов на сборку. Эта сборка разделили на два дня. Последний день был самый сложный. Поскольку каждый модуль, последующий, должен выполняться все быстрее и быстрее. В ускоренном темпе. Это было очень сложно физически. Быстрая и качественная золотая медаль оказалась в золотых руках Александра. Его результат один из лучших на чемпионате. 560 баллов. Мы уже с 2015 года активно принимаем участие в движении WorldSkills. Начиная с Казани, откуда приехали с медалью. Ну и так скажем, заразились этим движением в хорошем смысле этого слова. И ежегодно готовим победителей на уровне, как вы видите, не только края, но и Российской Федерации. Кубанские студенты и школьники смогли обойти больше 700 конкурентов. Количество участников чемпионата увеличивается каждый раз. Профессии, без которых нельзя построить дом, починить машину или же оказать помощь не только человеку, но и животным. На таких специалистов сейчас растет спрос. И Кубань еще раз доказала. Наш регион готов обеспечить производство высококлассными специалистами. Это еще не все деловые факты. Увидимся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это итоговые деловые факты. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. При смене руководства приоритеты не меняются. На неделе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с новым директором сети «Магнит» Ольгой Наумовой. Вместе они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Как отметил глава Кубани, край сегодня заинтересован, чтобы «Магнит» и впредь оставался налоговым резидентом региона. За минувший год розничная сеть заплатила в краевую казну около 8 миллиардов рублей налогов. Со своей стороны Ольга Наумова заметила, что в планах компании развивать торговую сеть именно в Краснодарском крае. Недавно были запущены первые аптеки и точки продаж в отделениях Почты России. Компания «Тантер» – один из самых давних партнеров и администрации Краснодарского края, и Краснодарского края, надежных партнеров. И один из самых больших, крупных налогоплательщиков. И для нас принципиально важно, чтобы и дальше компания «Тантер» оставалась одним из крупнейших налогоплательщиков Краснодарского края. Все наши новые проекты, идеи, какие-либо движения, как в области торговли, так и производства, так и рядом любых других наших инициатив, мы стартуем всегда и пилотировать начинаем именно в Краснодарском крае. Потому что здесь, собственно говоря, наша штаб-квартира – это огромная, важнейшая часть нашей истории. И мы никаких радикальных изменений в этой части не предполагаем. Безусловно, мы опираемся на Краснодарский край, как на свою штаб-квартиру и базу. В числе поставщиков продукции на прилавке магазинов «Магнит» – как мелкие фермеры, так и представители среднего бизнеса. В основном это производители хлебобулочных изделий, винных напитков, а также овощей и фруктов. Индустриальные парки должны оживить промышленность Кубани. В краевой администрации на совещании обсудили 17 таких проектов. 13 промплощадок для малого и среднего бизнеса появятся в Армавире, Абинском, Обширонском, Гулькевичском, Тимошевском и Павловском районах. Четыре проектируются в кубанской столице. Основные направления – это сельское хозяйство, машиностроение, легкая и пищевая промышленность. Под парки выделены муниципальные земельные участки на льготных условиях. Строится инженерная инфраструктура. Всем резидентам, настоящим и будущим бизнесменам предоставляются преференции. У нас в предыдущие годы были приняты нормативные правилакты в части льготного налогообложения для управляющих компаний и резидентов промышленных парков. Это ни для кого не секретно. Порядка 10 лет обнуляются налог на имущество и налог на прибыль до 10 лет. Один промышленный парк уже работает в Краснодаре. Он объединил несколько пищевых предприятий. На финальной стадии – оформление промпарка на территории компрессорного завода города. Проект уже заинтересовал предпринимателей, и они готовы расширять и модернизировать свое производство. Помогает в этом, кстати, создание рабочих объединений. Почти 20 новых сельхозкооперативов открыли на Кубани в этом году. Такая цифра прозвучала во время краевого совещания в Кущевском районе. На нем решали, как развивать в регионе такие артели. Почему успешные фермеры принимают решение объединиться и на какую выгоду рассчитывают, об этом расскажет Мария Николаева. Еще 8 лет назад на этом месте в поселке Цукерова-Балка рос сорняк и стояли заброшенные строения. Гаргата Рутюнян преобразил территорию и сумел построить здесь тепличный комплекс и разбить огород. Выращивают абсолютно все овощи. Получается порядка 600 тонн в год. Каждую пять земли фермер использует разумно. На этих пнях тополя осенью выращивают вешенки. И даже между теплицами растут перец и помидоры. Обычно здесь либо растет трава в больших теплицах, либо проезд какой-то. А здесь все используется, абсолютно каждый квадратный метр. Сейчас у фермера нет проблем с рынком сбыта. Покупатели становятся в очередь за качественной продукцией. Сегодня буквально с утра горгат собрал две тонны томатов. Осталось несколько ящиков. Но несмотря на успешность бизнеса, фермер видит дальнейшее развитие в кооперации с такими же овощеводами. Ну мы сейчас там пять человек собираемся, член кооператива. Потом получим грант. Долго думали, решили уже действовать. Ну я хочу тоже овощи охраны, чтобы построить холодильники. Увеличить объем, чтобы круглогодично торговать. Кооперация самый эффективный путь развития для фермеров и владельцев ЛПХ, подчеркивает Федор Дирека. Горгат, к примеру, совместно с партнерами сможет построить и овощехранилище, и холодильник. А там недалеко и до переработки собственной продукции. Так уже поступили некоторые кооперативы в Кущевском, Ейском и Славянском районах. Сейчас лучшие фермерские объединения могут рассчитывать на поддержку в размере 70 миллионов рублей. А вновь созданным дают по 50 миллионов. Хочу сказать, что наш регион, наш Краснодарский край в лидерах в Российской Федерации именно по наполнению финансами этих двух программ. Это очень радует, что продукция с добавленной стоимостью, именно продукция наших малых форм мы сегодня видим на рынках и в том числе в сетях. Это дорогого стоит. На выездное совещание с министром фермер Арутюнян не попал. Слишком много сейчас работы в теплице и на огородах. Но всю необходимую информацию о регистрации кооператива и его работе он сможет получить в районном центре компетенции. По поручению губернатора Кубани они созданы почти во всех муниципалитетах края. Специалисты центров расскажут, какие документы нужно собрать и как принять участие в конкурсе грантов. Выгоду за последний год уже оценили 12 сельскохозяйственных объединений, которые получили на развитие своего бизнеса в общей сложности более 400 миллионов рублей. А еще 250 миллионов из краевого бюджета направили на поддержку новорожденных кооперативов. Валютная лихорадка, которая разразилась на этой неделе, заставила поволноваться всех, кроме, пожалуй, нефтяников. Именно они больше всего выиграли после роста курса доллара. Как поведет себя иностранец, об этом мы поговорили с нашим экспертом, аналитиком компании «Финам» Романом Чуксеевым. Роман, здравствуйте. Ну и, конечно же, самый первый вопрос. Долго ли еще доллар будет расти? Доллар расти, в принципе, может и будет, но наверняка сейчас не в такой высокой степени, не таким сильным темпом. Потому что сейчас министерство финансов прекратили закуп иностранной валюты. Соответственно, изначально, почему он подрос? Потому что планируются ввод санкций 22-го числа, 22-го августа. И также произошел, как следствием, отток инвестиций иностранных. То есть много нерезидентов вывели денежные средства с таких инструментов, как, например, облигации федерального займа. Поэтому и произошел такой рост. Произошел рост доллара. А так как капитал был достаточно большой, мы увидели такой большой скачок. Но, в принципе, он скорректировался благодаря вливаниям ЦБ, скажем так. Немножечко на рубль откатился, но вроде бы опять начинает. То есть в данном случае это признак чего? Корректировка, она объективна по ситуации рынка? Корректировка произошла по той причине, что одни из причин, почему произошла корректировка, это, понятное дело, что министерство финансов, во-первых, перестало закупать данную валюту. Ну и, соответственно, также панические настроения немного поутихли. Сейчас вся общественность, например, наблюдает за ситуацией в Турции. Да, в соседней. Да, да, и поэтому пока лихорадка спала. Поэтому сейчас мы в ближайшее время можем видеть некий боковик. То есть он может чуть-чуть подрасти, чуть-чуть откатиться, чуть-чуть подрасти, чуть-чуть откатиться. Очень много сейчас прогнозов аналитиков по поводу будущей судьбы доллара. Один из них то, что в ноябре будет максимальная стоимость валюты. Согласны с этим? Не исключено, не исключено, потому что один из основных факторов вообще в этой валюте является риторика Соединенных Штатов Америки. Там любого того или иного твита президента заокеанской страны. И, соответственно, также еще нам нужно принимать во внимание, что 22 числа все-таки акции, которые были объявлены, санкции, которые были объявлены, они все-таки будут введены, по предположению. И, в принципе, несмотря на это, рынок хотя уже отреагировал на это, но не исключено, что, например, с того же самого 22 августа будет немножко... Небольшой откат рубля, скорее всего. Вероятно. Что делать обычным гражданам в данной ситуации? Стоит ли... вообще наблюдался ли ажиотажный спрос в этот раз? Или не так сильно? Ажиотажный спрос в этот раз, по крайней мере, в нашей компании, у наших клиентов, достаточно сильно проявился. Ну, по той причине, что, к сожалению, мы не можем предугадать будущее сотрудники нашей компании. Но все настроения, тенденции, которые происходят на рынке, мы, соответственно, прозваниваем, встречаемся с нашими действующими клиентами о том, что есть несколько развитий ситуации. То есть может пойти так, может пойти так, может пойти так. Исходя из этого, клиент делает те или иные дела. И, соответственно, например, сейчас на спрос на валюту, именно до пика, был очень большой. По одной из причин, потому что... Ну, почему это у нас происходило? Потому что у нас финами, как правило, можно купить валюту именно по курсу биржи. Без наценок, без... Комиссии банковских. Да, без комиссии. И, соответственно, когда произошел пик, понятное дело, что, в принципе, закупать валюту было, наверное, не своевременно. То есть, когда рынок открылся по цене, доллар открылся по цене 68,99. То есть, но сейчас, когда мы увидели коррекцию небольшого доллара, то, в принципе, на мой взгляд, валюта стабильная. И заходить в нее очень-очень хорошую точку. Есть ли в ближайшее время смысл, допустим, купить доллары в ожидании там ноябрьского повышения? Конечно, есть. На мой взгляд, доллары зачастую, как правило, всегда выгодно приобретать. Ну, конечно, за исключением таких пиков, которые происходили. И, в принципе, можно сейчас проанализировать ситуацию. Потому что у нас, например, в финаме есть как направление именно американское, так и направление российское. Потому что, если, например, для кого-то достаточно рискованным на данный момент может оказаться доллар, есть достаточно интересные и привлекательные, например, акции российских компаний, которые не подвержены таким скачкам серьезным вверх либо вниз, которые позволят как минимум защитить средства от инфляции. Если говорить о тех, скажем так, имитентах, которым выгодно повышение курса доллара, есть такие, кто радуется? Как правило, за счет повышения курса доллара радуются нефтяники. Потому что они получают доход именно в валюте. Таким образом, они получают сверхприбыль. Поэтому здесь те же самые акции нефтяных компаний могут казаться достаточно привлекательными. Потому что, если рассматривать голубые фишки, там тот же самый «Газпром», тот же самый «Сбербанк». Это бумаги, которые всегда могут вызывать привлекательность для инвесторов. Магнит является еще голубой фишкой? Магнит сейчас достаточно перспективная бумага. Но у них снизились цены на акции во вторник. У них снизились цены на акции, но в любом случае в глобальном тренде они достаточно сильно просели в свое время. И они сейчас очень привлекательны. По той причине, что компания не стоит на месте и развивается. И занимает очень большие ниши. То есть, как в свое время, когда они начали конкурировать с метро. То есть, в свое время определенный прорыв для этой компании. Тот же самый «Магнит Космедик», «Магнит Удома». То есть, различные направления. Аптеку сейчас подключили еще. Да, различные направления. Они очень хорошо работают и показывают себя эффективно. И по этой причине мы можем с вами рассматривать эту бумагу. И достаточно привлекательный. Доллар, кстати, спровоцировал на этой неделе ажиотажный спрос на авиабилеты. Коммерсант пишет, что на фоне девалюации спрос на вылеты за рубеж вырос более чем на 30%. Однако, авиакомпании не спешат корректировать тарифы. Резкое подорожание накануне низкого сезона может отпугнуть туристов. Добавлю, что по данным Росстата, стоимость перевозки пассажира в эконом-классе в расчете на 1000 км на международных и внутренних линиях уже выросла на 2,5%. Это были самые интересные деловые факты этой недели. Желаю вам всего самого доброго, хорошего отпуска, несмотря на рост доллара. Увидимся на Кубань-24. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok